Это дракон Гена. Тоша маленький. Это дракон 24. В этом году Дулевский фарфоровый завод, как никогда раньше, решил удивить своего ценителя. В массовое производство запустили сразу 12 скульптур-сувениров к Новому году. Живописец Ирина Конова в день успевает разрисовать до 20 фигур, которые отправятся потом в печь на обжиг в 1000 градусов. После такой термопроцедуры окрас у дракош станет более цветным. Вот это перламутровый, он получается такой более блестящий. Вот который вы снимали, вот такой, он зелененький будет. Вот видите, он играет, вот такой весь, переливается. Этот, он может менять цвета. В этом году решили к новой коллекции добавить и ставшие уже брендовыми драконы-подсвечники, которые впервые выпустились к новому 1988 году. Он шел в производстве и пользовался спросом, поэтому мы решили его все-таки оставить. Факаста Давыдовна когда-то расписала первый образец, мы отталкивались от этого цвета, вот поэтому мы мало изменили его. Елочная игрушка, можно будет подвешивать, а можно просто позиционировать ее, как на полочке стоять. А это эксклюзив, ограниченная партия авторских работ скульптора Ивана Бычковой, его супруги-художника Ирины Бычковой. Новогодних елочных игрушек будет сделано не более 15 штук, у каждой свой рисунок и свой цвет. Да, и такие авторские скульптуры тоже можно встретить на Дулевском фарфоровом заводе, правда пока только в виде полуфабриката. Скульптор Алексей Звягин решил поэкспериментировать с масштабами. Алексей автор и вот этой работы расписывать дракона-змея Корыныча будет Наталья Садова. Я планирую перламутром покрыть, наверное, предполагаю, возможно одного из них делать селенами красными красками яркого, хотя автор не любит броские вещи, он любит такие скромные, но у меня есть задумка, золото, ну и резерв перламутр. Именно эту скульптуру планируют отправить на комиссию художественного совета народных промыслов Московской области. Как образец народного художественного промысла Дулевского фарфорового завода оценивать работу будут ведущие скульпторы, художники и искусствоведы.